Я люблю домашних животных. За ними надо ухаживать. Нужно им еды давать, выгуливать их. Ну, животные, они милые, доброжелательные, полезные в доме. А некоторые просто для веселья забудят. Ну, если я собаке говорю, сидеть, она садится, решать ложиться. А кошку кину мяч, и она понесет. У нас есть такая вот черная кошка, она блохастая. И она вот такая вот, когда ее погладишь, она тоже нас гладит. У меня раньше был питомец-кошка. Я назвала персиком. Когда он только родился, он был рыженький. Когда вырос, он стал беленький, но спинка осталась рыжая. У меня есть кот рыжий. Мы его назвали, потому что он рыжий. Еще у меня была собака, но ее застрелили. У меня была кошка. Я забыла, как ее зовут. У меня животные есть. Челепаха, кошка и собака. Лошадях, тигров, левов, крокодилов. У меня есть котенок. Его зовут Марс. Он всегда бесится, как непонятно. У меня была собака. Она умерла. Потом у меня была кошка. И потом опять была собака. Куда делась кошка? Кошка убежала. А потом собака кость проглотнула и умерла. Когда я на улице видел кошку, я помогаю всем кошкам. Что ты делаешь? Им делаю на улице домик. Мой брат шел. Он изучал английский язык. Он шел пешком с 12 микрооргона. К нему прицепилась какая-то собака. Она от него не отставала. Ему пришлось отнести ее в отброс к нам домой. Мы ему придумали... Мы ему, да, это был самец. Мы ему придумали имя Рекс. Потому что как-то так было. А кошка появилась. Она просто к нам забегала. Мы ее покормили. Когда животных покормят, например, кошек, они же остаются навсегда. Мама не очень любит кошек, потому что везде шерсть. И надо постоянно убирать за нее. Везде шерсть на диване. Мам, я хочу собаку или кошку. Хочу, чтобы они были бело-коричневого цвета. Мам, я хочу собаку или кошку. Хочу, чтобы они были бело-коричневого цвета. Убираясь. Продолжение следует...